Еще в 1998 году в России этот праздник был учрежден официально. И с тех пор День Матери отмечается вот уже более 20 лет. Несмотря на то, что этот праздник в нашей стране считается молодым, он уже завоевал широкую популярность. С первых дней жизни мама рядом с нами. Трудно найти слова, чтобы описать материнские доброту и самоотверженность. Они поистине безграничны. День Матери – хорошая возможность еще раз вспомнить о тех, кому мы обязаны своей жизнью. На торжественное мероприятие, посвященное этому празднику, были приглашены мамы со всего Славянского района. Для них этот день особенный, когда так много говорится о самом главном в жизни женщины – счастливом материнстве. Нас мама сопровождает от рождения и всю жизнь. Какие бы нас расстояния не разделяли, но вот та материнская нить, материнская любовь – она остается на всю жизнь. Она всегда думает о нас, переживает о нас. Я еще раз хочу вас всех в этот праздничный день поздравить вас с Днем Матери, пожелать вам крепкого здоровья, добра, благополучия. И будьте всегда окутаны любовью своих детей, внуков, родных и близких. С праздником вас! После теплых слов поздравления, благодарственными письмами и памятными подарками были награждены мамы. Все эти женщины очень разные по своей специальности, возрасту, жизненному опыту. Объединяет их одно – большая любовь и хорошее воспитание детей. Александра Карая была отмечена в номинации «Творческая мама». К воспитанию своих дочерей она подходит душевно и творчески. Они всегда меня радуют, подарочки делают к этому, очень приятно. Девочки, они всегда и ближе, и роднее маме. Конечно, переживаем, волнуемся за все их удачи, радуемся вдвойне за неудачи, огорчаемся. Наверное, даже сильнее, чем они. Такой день, да, это хороший праздник, но детки, они же стараются сделать маме приятное каждый день. Они идут в школу, получают хорошие оценки, больше не для себя. Они говорят, мам, я для тебя получил. Поэтому в этом плане... Да, это вот праздник, когда они еще раз могут сделать какой-то особенный подарок для своих мамочек. Награжденная в номинации «Пусть всегда будет мама» Наталья Сологуб старается быть образцом для своих детей, а их у нее трое, и мотивирует ребят на достижение успехов. Праздник, считаю, День матери такой вот самый ответственный, когда еще у мамы и несколько деток, и даже один ребенок. Это все равно такая ответственность и радость, переживание, счастье, радоваться успехам своих деток. Какого вы будущего хотите для своих детей? В первую очередь, чтобы они были счастливы, конечно, и выбрали профессию, дорогу себе, чтобы для себя они были счастливы в душе, счастливы в жизни, здоровы, конечно. Вот самое главное. Наталья Беринич, отмеченная в номинации «Мужество жить», все свое время посвящает воспитанию троих сыновей. В ее семье царят взаимопонимание и поддержка друг друга. И всегда мать радуется, когда у нее такие дети. Да, я горжусь, что у меня три сына. Нужно подход иметь, как и матери к детям, и детей к матери. Понимание, самое главное, наверное, понимание. И тогда будет все нормально. Для всех мам, награжденных в этих и многих других номинациях, для всех приглашенных, славянские артисты подготовили праздничный концерт. Мама, я подружу тебе спасибо, что ты делала так красиво, но ты вели мне. Мама, милая, моя, родная, ты поешь всегда, я знаю, ты поверишь мне. Материнская любовь хранит нас в течение всей жизни, оберегая от житейских проблем и поддерживая в трудную минуту. И за все это мы должны быть благодарны своим мамам. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События. Продолжение следует... Продолжение следует... Маля... Маля...